А у нас на очереди очередной NFT-сейл от проекта PolkaPets. Будет представлено три NFT-шки от проекта Ankor, Robonomics и Kusama. В своем телеграм-канале в последнем посте я писал, что NFT-сейл, который будет проходить на Vaxx 14 апреля, почему я в него не рекомендую заходить, там не будет как таковых иксов, плюс сама по себе Vaxx-площадка недостаточно сильна в плане сейлов. Ну а вот такие проекты как PolkaPets и же с ними я очень даже люблю, потому что все это проходит на эфировском блокчейне, плюс сам проект PolkaPets уже себя зарекомендовал, у них уже 7400 подписчиков набралось. Да, и кстати, подпишись на мой телеграм-канал, не забудьте, и на мой твиттер, там много чего будет выходить. Перейдем к самому сейлу непосредственно. Вот, значит, Ankor, Kusama и Robonomics. Все в этот раз какие-то мега прям крутые, у этого он что-то тут, не знаю, какая-то суперспособность, это вообще лазерные стрелы в виде крыльев, и этот тоже Robonomics какой-то суперсильный. Так, значит, к целу, кстати, ну, мир PolkaPets, в принципе, я уже делал обзор полноценный на этот проект, можете посмотреть. Вот такой, значит, будет этот проект Ankor, такой от Robonomics и такой от Kusama. Ну, и здесь у каждого выделена какая-то способность, например, это будет Heater Sting, способный изгибать воду в подобную кинжалу форму, нацеленную на своего противника. Дальше, Robonomics, особый вид способности это Connectivity, энергия между Robonomics и друзьями взаимосвязана, что приводит к лучшему взаимодействию с окружающими. Вот, ну и Kusama, Shadow Band, окружающие тени будет использовать, чтобы нанести темную атаку своему противнику. Ну, уж не знаю, насколько будет все это использовано в плане геймификации, не думаю, что прямо они там будут как-то сражаться, так, ну, не знаю, посмотрим. Так как мира PolkaPets еще как такового нету, сейчас все проходит в виде только сейлов, распродаж. В принципе, можно всего ожидать, потому что даже какой-то демки не было еще, как это все будет выглядеть. Вот, ну и перейдем непосредственно к самому сейлу, к его условиям. Так, здесь это не читаем 2 апреля, потому что статья 1, но было изменено в условиях. В общем, сейл будет происходить 8 апреля, то есть завтра, сегодня я записываю это 7 числа, в 4 пм. Это у нас 23.00 по московскому времени. 8 апреля 23.00 по московскому времени. Так, и теперь, ну, по условиям дальше, да, значит, 800 штук будет разыграно, вот этих вот трех NFT-карточек. Каждое 800 тиражом, ну, и 400 отпечатков для рекламных кампаний в будущем, это как всегда. В общем, 800, по 3, получается, 2 400 NFT-шек всего будет. Каждая стоимость 0.15 эфира, либо в цене токена Bondly, привязанная в день продажи. Будет продаваться на BondSwap маркете, да, так. И важное условие, то, что на кошелек может быть максимум 2 одинаковых питомца, то есть больше двух нельзя будет купить. Выбираем, например, Кусаму и Urbanomics, а Anker мы сможем приобрести только на вторыночном рынке OpenSea, ну, либо с другого кошелька. Вот, ну, я вам об этом не говорил. Ну, и, собственно, почему хотелось записать именно в виде видео данный NFT-сейл. Такой привести юзкейс, когда я уже давал информацию про сейлы, которые проходили на проекте PolkaPets. Вот, напомню, цена на всех сейлах была 0.15 эфира. И давайте сейчас разберем, что и сколько стоит. А конкретно, ну, разберем вот такой вот MantraDAO, такой NFT-шку была. Я конкретно на нее делал сейл. Она там была вкупе с двумя еще другими NFT-шками, как и сейчас. Вот, и, как можно видеть, сейчас цена была last 1.35. Вот, ну, и сейчас давайте посмотрим в торги. Вот, ну, и наблюдаем, что цена с 3 апреля, вот с 4 апреля уже 0.95, 0.99, 1.1, сейчас 0.99. В общем, один эфир с 0.15 до 1 эфира. Ну, даже если берем комиссию, не 0.15, значит, а 0.2 эфира до 1. То есть 5x мы сделали с сейла с распродажи. Или даже если бы взяли на вторичном рынке, ну, там было не 0.2, где-то 0.25, вот так вот примерно. То есть можно было тоже урвать, особенно в первые часы, в первые дни после сейла вот этой MantraDAO. Плюс это не единичный пример. Был еще NFT-шка от Kailin, тоже PolkaPets проекта. Там тоже можно было получить, сделать столько же примерно 5x, потому что от Kailin был дроп, раздавался airdrop. Ну, и поэтому цена настолько взлетела. Вот, ну, а почему на MantraDAO взлетает сейчас? Потому что у них будет сейл Mantra, да, и там все владельцы именно этих NFT-шек получат, ну, право на участие в этом сейле. А там еще дополнительно, соответственно, ну, как мы все знаем, в сейлах IDO, вот этих IEO всех, получается куча иксов сделок. То есть, ну, если у тебя там персональная локация, скажем, 200 долларов, 10x, это 2000 и профит чистый 1800 баксов. Круто ведь? Круто. Вот, ну, и, собственно, поэтому цена взлетела в 5 раз и сейчас за 1 эфир. Ну, это, опять же, средняя, то есть, где-то, может быть, и вообще, да, вот за 1,38, например, выставлена текущая цена на нее. Ну, и на другие можно тоже посмотреть. Вот, например, Plasm 0.6, последняя цена, опять же, если при сейлах берем 0.15, ну, хорошо, 0.2 эфира тоже все равно в 3 раза неплохо. Так, ну, здесь 0.27 не очень, 0.15, так, такая же примерно цена. Дальше, ну, вот 0.26 Bond Protect была, да, например, продана. Вот Moonbeam, одна из первых NFT-шек этого проекта, 0.5 и так далее. Вот 0.3, сейчас уже на Kaylin, потому что дроп прошел. Вот Trust Base 0.26, то есть все равно чуть-то выше, но цена стоит. Ну, и плюс, опять же, говорю, здесь не угадаешь, какой, например, в данном случае, не спрашиваешь у тебя, какой покупать, Анкара, Робономика, либо Кусама, потому что не угадаешь, что может выстрелить. Вот, ну, читайте, там у каждого есть свойства, что даст вам вот эта конкретная NFT-шка ваша. Например, вот Матра Дау, у нее, ну, устроили такой вот сейл специально для тех, кто владеет. Вот, ну, если досмотрел до этого момента, хочу сказать, что я недавно участвовал в интервью, где рассказывал про NFT. Вот, интервью выйдет где-то в середине апреля, плюс-минус, должно, может, чуть позже. Ну, в апреле, скорее всего, точно. И там мы с, ну, вот, блогером, который брал у меня интервью, устроим розыгрыш моей NFT-шки, как раз от проекта Polka Pets. Какой конкретно говорить не буду, узнаете на самом розыгрыше, но это вот такой небольшой вам инсайт, кто досмотрел до этого момента. Только, тсс, никому. Ждите новостей, как выйдет розыгрыш. Ну, имейте в виду, что вот может кто-то получить, выиграть такую от меня личную NFT-шку. Ну, если в целом брать проект Polka Pets, я не устану повторять, что стоит покупать как можно больше разных NFT-шек от Polka Pets. К тому же, вот я сделал сейчас Bundles. Можем видеть, что вот 4 вот этого значка, это обозначает, сколько там в этой коллекции. То есть, ну, заложено NFT-шек и есть такие, где можно, например, неплохо сэкономить и купить, скажем, оптом. Вот, например, здесь 16 штук NFT-шек за 5,5 эфиров. Вроде бы много, но на самом деле там если 16, как бы это уже не настолько прям большая сумма. Ну, либо можете с маркета брать с пресейлов, который вот сейчас будет приходить, либо просто, ну, сингл-айтем с одиночными товарами на ваше усмотрение, в общем. Вот здесь, например, за 3 эфира мы получим вот таких вот 3 чуваков, а не даже 4. Ну, это, конечно, да, дорого, 4 за 3 эфира, то есть каждый за сколько, 0,75 что ли? Ну, такой себе, но тем не менее. Ну, и напомню, что сейчас 28 400 NFT-шек от Polka Pets, это где-то 30-35 что ли разновидностей, в общем, всех. Ну, то есть достаточно немного и собрать их, в принципе, можно. Было бы желание и, ну, средства, естественно. Эфир, либо Bondly. Ну, а на этом все. Ждем 8 апреля 23.00 МСК и участвуем в сейле, где можем получить таких вот чувачков. Надеюсь, не будет никаких газбаров, не будет высоких комиссий, ну, максимум, не знаю, 50-100 долларов. Вот, ну, либо же, если увидим аномальные ценники, комсы в виде 2-3 тысяч баксов, то просто ждем окончания сейл, заходим на OpenSea и там покупаем вторички чуть дороже, но, тем не менее, за 0.25, за 0.3 даже, в принципе, цена стоит своих средств, потому что, ну, несомненно, через, неизбежно, через где-то полгода, год, ну, может быть, полтора года Polka Pets уже запустится и мы увидим, что вообще, ну, они из себя представляют и вообще вот этот их мир Polka Pets и, думаю, те, кто сейчас покупил, ну, оценят по достроенству и многие захотят купить у вас эти инфтишки, то есть это хорошее будет вложение на такое будущее. Учитывая, что сейлы проходят достаточно спокойно, минут 10, 7, вот так вот, плюс-минус, то есть, в принципе, каждый может успеть купить, это не как какие-то там бешеные сейлы, как от Бена Маура Зо за полторы-две минуты скупили все редкие и легендарные карточки. Ну, все, видео это уже слишком долгим получается, в общем, надеюсь, было полезным. До новых встреч!